Дружище, а что если я скажу тебе, что я нашёл способ бесконечно фармить легендарки? Причём очень просто. Не веришь? Я покажу. С тобой волкафрения, лучи добра, погнали! Покажу тебе даже пару мест, где можно это делать. От нашей базы это место находится неподалёку на севере. Вот здесь. И отсюда открываются два пути в два разных места, где можно фармить бесконечно легендарные шмотки. Сюда очень легко добраться от древнего шпиля «Разгульный лес». Поэтому прежде, если ты отправишься на север, открой этот древний шпиль, чтобы быстро перемещаться в любое время. После того, как ты окажешься в этом шпиле, открой карту и посмотри, в каком направлении тебе нужно лететь. Можно поставить метку для удобства. Ну и вперёд на поиски легендарок. Ещё могу посоветовать прокачать выносливость, дабы у тебя была возможность лететь намного дальше. Теперь мы просто бежим налево по кромке. Пробегаем какую-то непонятную башню. И видим впереди цветок и вот такую постройку. Можем пробежать мимо и не трогать этот горячий цветочек. Цепляемся крюком и прыгаем на сетку. Перед нами находится это место. Но для начала я советую тебе здесь построить базу, чтобы быстро сюда телепортироваться. Позже объясню почему. Собираем немного камня. И создаём алтарь пламени. Обрати внимание, что рядом с этой могилой поставить ты его не сможешь, поэтому просто отодвинь чуть назад. Готово. Теперь у тебя есть постоянный быстрый телепорт в это место. Ну а теперь погнали выкапывать могилку. Здесь мы находим золотой сундук. И сразу нам выпадает легендарное оружие 11 уровня. А теперь перезаходим на сервер. Мы снова здесь. Смотрим могилку и... О чудо! Она восстановилась! И можно снова копать золотой сундук. В надежде, что выпадет легендарка. Потому что лут в сундуке рандомный. И выпадают не только легендарные вещи, а бывают вот и с синкой, например. Но, в любом случае, это можно делать бесконечно. Место потрясающее. И на начальном этапе сюда можно спокойно добраться и фармить легендарки. Но мы закончили с первым местом. У меня для тебя есть еще одно. Дружище, если ты все еще не знаешь, как покупать игры в Стиме, то я расскажу про ультимативный способ. Залетаешь на сайт Купикод и ищешь свою желанную в библиотеке игр, которая полностью повторяет библиотеку Стима, но с одним преимуществом. Да, на сайте доступны игры, которых в самом Стиме пользователи из РФ найти не смогут. Я вот хочу забрать Драгонс Догму 2, но в РФ она недоступна. И что же делать? Да все просто. Залетаем в раздел «Недоступные в РФ». Выбираем игру, которую хочется, и забираем на свой РУ аккаунт. И не надо париться с созданием новых аккаунтов в других регионах. При покупке не нужно давать никаких паролей. Вводим только ссылку на аккаунт. Конечно же, вводим мой личный, эксклюзивный Deluxe Luxury Edition промокод ВОЛК английскими буквами. И получаем скидку в 10%. Оплачиваем купикойнами или банковской картой. Плюс получаем постоянный кэшбэк на каждую покупку для зарегистрированных пользователей. Дальше к тебе добавится бот. Его прими в друзья ты и получи от него подарок. Профит? Профит. На сайте самые низкие цены на покупку игр кифтом. С моим уникальным промокодом комиссия снижается на 10%. И покупка игры становится выгоднее, чем через пополнение Киви. Но действие промокода ограничено. Как ты уже понял, купикот это больше, чем сервис пополнения. Это игровая экосистема. Ребята делают упор на честность и развитие комьюнити. А также организовывают турниры и предлагают систему лояльности. А еще, если ты любишь подарочки, купикот постоянно разыгрывает различные игры. Увидишь розыгрыш, испытай удачу. Переходи на купикот и играй во все новинки в стиме, как раньше. Лучи добра. Нам нужно пробежать с нашего дома, где мы фармим могилу. Чуть-чуть вправо, до фронтира. Песнь Лани. Можешь поставить метку. И вперед. Уже издалека видно... Ох ты ж, ешки-макарешки. Уже издалека видно это здание, этот фронтир, эти развалины. Нам туда. Пробегаем всякую дичь. И вот мы уже здесь. Предупреждаю, здесь ребята серьезные. Поэтому вступать в бой не советую на начальных уровнях. Просто пробегаем этих чертяк. Опять же, двойной прыжок тебе поможет в этом. Не жалей очка. Прокачай двойной прыжок. А еще здесь можно забрать круглые лезвия. Здесь можно встретить босса. Ворчуню госпожу мародеров. И вот так вот можно... Умереть. Будь осторожен. Но я снова встаю с колен. Забираемся наверх. Здесь мы забираемся снова наверх. И не поверишь, опять наверх. Отлично. Здесь мы видим, что можно подняться крюком. И вот он наш золотой сундук. Открыв его, ты можешь обнаружить... Не легендарное, но 13 уровня. Здесь также спавнятся и легендарки 13 уровня. Снова забираемся на самый верх башни. И открываем наш золотой сундук. Да. Легендарочка. Булава Близнецов Душ. 13 уровень. 29 урона. Забираем. Давайте ради интереса ее качнем на максимум. 37 урона. И вот эти все бонусы, которые мы получаем. Увеличивает вероятность критического попадания на 5%. Увеличивает урон от критических попаданий на 20%. При ударе вытягивает ману. В размере 5% от нанесенного урона. И увеличивает вероятность еще критического попадания на 5%. Класс. Так что ты можешь фармить эти места без конца. И получать вкусняшки. Легендарки не только. Плюс ты можешь их разбирать и получать немало рун. Если гайд был полезен, нажми лайк, подпишись на канал, конечно, и напиши комментарий. Получилось у тебя там легендарочки пофармить или нет? Заглядывай ко мне на стримы Пайн Шрауде. У меня там много интересного для тебя. Делись моим роликом с друзьями и знакомыми. И добро пожаловать в наши соцсети, телеграм и вконтакте. Ссылочки в описании. С тобой волкофрения, лучи добра. Джи-джи! Забрал.